Простой сюжет сулит спектаклю крах, но ты, рукою твердой и водящей, не встретишь ни честней, ни настоящей дурехи, пляшущей в твоих больших руках. Александра Малыгина пишет стихи всю сознательную жизнь. За плечами диплом филфака классического вуза, преподавание русского языка в Монголии, работа в различных местах, от гардероба театра драмы до транспортной компании. Дуреха – второе официальное издание Александры, которое можно найти в библиотеке. Все, конечно, сработали. Удивительно. Над изданием трудился целый коллектив. Наша героиня особенно выделяет иллюстрации к своим стихотворениям. Их рисовала ее знакомая за обещание мировой славы. Эскизы для сборника присылали аж из Мюнхена. Слава, пусть и не мировая, пришла. Издание Александры Малыгиной признали победителем книжного конкурса в номинации «Лучший стихотворный сборник». Главная тема в нем, конечно, любовь. Лирическая героиня, которая периодически называет себя дурой, еще что-то, отсюда и название, она пытается выставить себя как маленькую, серую и неинтересную. А на самом деле, когда ты открываешь книгу и начинаешь читать текст, ты понимаешь, что это далеко не так. В сборнике Александры 48 стихотворений и более 20 иллюстраций. Книжку она издавала за свой счет. Участвовать в конкурсе названия «Лучшие книги Алтая» поэтесса не планировала, просто отправила в библиотеку обязательные экземпляры, как полагается. В этом году в конкурсе на «Лучшие издания» участвовало почти 900 книг. В этом году мы попытались облегчить работу жюри и предварительный отбор проводил экспертный совет. Они составляли короткие списки. В итоге жюри определило победителей в пяти номинациях. Среди лучших книги о Шукшине, Шишкове, Оленях, Чайке и медиасфере региона. Александра Малыгина, к слову, продолжает писать стихи. Увидит ли свет очередная книга, не уверена, ведь пока не рассчиталась с долгами за издание «Дурехи». Дарья Демиллер, Андрей Печоркин. Наши новости.